Друзья, всем привет! Сегодня хочу я вам немножко показать о том, о нотной грамоте. Маленький такой курс. Значит, как мы записываем ноты. Потому что очень многие занимаются, значит, и не могут даже распознавать ноты. Какая нота, где пишется и как ее играть. Играют путем запоминания или по слуху то, что не годится. Даже после нескольких лет учебы. Я имею ввиду, я преподаю в частных школах и наблюдаю такую картину. Вот метод Сузуки называют. Дети не знают вообще, где какая нота, что, чего. И приходится с этим учиться. Так как отсутствуют теоретически какие-то навыки, знания. Начнем давайте с простого. Вот я сделал такую схему. Дело в том, что в Америке не используют ноты с названием, как это в бывшем союзе. До, ре, ми, фа, соль. Эту систему итальянскую не используют. Значит, до это си, ди. Вот видите, я даже сделал здесь вот такое повествование. Вот си это до нота, ди это ре. И, значит, ми, эф, фа, джи, соль. Эй, ля. Би это нота си. Раньше писали даже в этом союзе эйч. Но это неправильно. В Америке нота би это си. А си бемоль это би флат. Вот. И гамма. Это просто на основе домажорной гаммы. Вот смотрите, где пишется. Значит, у нас пять линейк. Раз, два, три, четыре, пять. Дополнительно первая линейка нота до. Вот вы видите ее. Дальше под первой линейкой нота ре или ды. На первой линейке пишется нота и или ми. Вот нота фа. Вот нота соль. На второй линейке посередине. Между второй и третьей нота ля. На третьей линейке нота си. И, значит, между третьей и четвертой линейкой нота до. И обратно аналогично этому. Теперь мы смотрим. Вот нота до, да, или си. А вот диез. Или по-английски это называется, значит, шарп. Нота до диез. Нота ре. Ре диез. Вот видите, там шарп это значит диез. Пишется. Вот аналогично этому. Вот так мы записываем, значит, ноты. Значит, вот такое короткое видео я решил сделать. Если будет интересен, я могу его продолжить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Спрашивайте вопросы. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok